Тут учебные классы Угу С Новым годом! Наша плеяда все Даааа Серьезно, серьезно Это все саночники, горнолыжники, пристальщики, скепросники Вот одноклассник, вот одноклассник, вот одноклассник Да, кстати видно, что советские лица, вот советские прямо Я уж не говорю про форму, одежду А вот тренерский состав, вот сейчас Угу Сашка одноклассник, Сашка одноклассник Это вот те, которые там Угу Пойдемте посмотрим Добрый Здравствуйте 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 А там открыто? Ну вот прямя смотрите Угу Про коты? Нет, это классно Вот дети Это инвентарь Тут у них лыжи Угу Древки все Они вот сейчас пойдут трассу ставить скорее всего, да? Уже пришли, уже с утра тренировали Угу Подъемнички, да? Угу Все Вышел сюда, слышно Угу Подъемнички Вот еще Там трассовские кроссы Там санная трасса На горе Вот они сейчас 28 градусов Вот сейчас Накидывают Вон трампли, смотрите какой На мой взгляд Больше 45 По градусам то если 28 Да? Они будут делать Ты смотри-ка Ну вот мы катаемся обычно вот здесь свободно Ну здесь по центральной Вот сейчас можно приехать и спокойно на лыжах покататься Но тут более подготовленная трасса, чем в Дакмане Тут же профессионально Тут сначала льдом заливают Потом снег Потом снег Тут чтоб надо лыжать Так и кубы На просто неделе был Кубок России по скей-кроссу Вот трассу еще не убрали Вот она Это скей-кроссная краска Она вот оттуда начинается Вот так вот С такими трамплинами все идет Тут судьи Скей-кросс это уже на скорость получается что-ли? Скей-кросс они стартуют Вот она вся извилистая С такими трамплинами Они на лыжах с палками По 4 человека команда И кто вперед приедет И остается и потом финал А там на технику как бы да? А там могул Это уже Ну тоже Ну она уже Фристайл Но это уже могул по кочкам С акробатиками С элементами Тут нету никакой Понятно Тут лишь бы не упасть Ну да Ну да Он такой более скоростной И вот сейчас они будут уже уклон еще больше сделают И вот так же потом вот такие кочечки делают И у тебя техника то идет Чем ты лучше кочку оближешь не прыгнешь Оближешь именно ее Вот Обтекаемость Да? Понятно Мы же сейчас в другое место едем, правильно? Мы сейчас пройдем еще раз Там что-то смотрю Давайте здесь Давайте Еще раз в этнографический парк В прошлый раз были То есть вы посмотрите какие изменения Что там Ну и как вы зимой выглядите? Значит смотрите Здесь Земля Краевая И Огонек Это краевое учреждение Школа Детская школа Олимпийского резерва Олимпийского резерва Да Сейчас Мы переходим Первую архивовку Там земля уже муниципальная Муниципальная Да То есть Этнографический парк Он находится уже на муниципальной земле И там можно что-то строить И уже что-то Потому что с краем тут мы Навряд ли что-то Решил хотя Палки короткие да? У этого вида спорта? У этих да У этих да Для людей Которые Значит Вот Есть тренера Которые частным образом Готовы Потренировать Допустим Человек Был любителем Да? Хочется повысить свое мастерство Значит Проблем нету Угу Угу Приезжай Вот те подготовленные трассы Надо тебе трассу поставить Гигант С лалом Угу Вот Это гостиницы В которых живут ребята сейчас Угу Угу Ну Если самую Бокстринную трассу построят Тут же поток туристов увеличился Это уже надо Все реконструируется Много строить Да У них здесь по принципу Эти Койки в этаж Этаж Это вот они уже чай Чайный дом поставили В прошлый раз его не было Когда вы были Вы сейчас про вот этот Который веранда С печкой И вот этот А, и второй Да, его не было Угу 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 Чайный 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 Мишка Встречает У самовара Чайный, да Угу 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 Ох, как Здравствуйте 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 Вкусно пахнет Блинчиками Но чай тут у них А травка всяких Этот Ах Вот Угу Ходим смотрим Каминчик Ну Тех краях вы там были В прошлый раз Ага Видели Вот этот дом сейчас Перебрали его Он уже слишком это Тут какие-то подрядчики вообще бестолковые, а вот тут это сделано. У них тут русская изба и быт будет полностью с люлькой, со всеми вот этими... Угу. Христианский быт, да? Да, да. Деревенский. С ладками, получками, посудой толстыми, самоварами, люльками всякими. Угу. Уезжать двумками из пельмей привозят. Люди, которые первый раз... Ну, я помню же, вот первый раз... Ой, вообще восхитительный, конечно. А сейчас, когда вот все, мы уже в порядок приведем. Да, храм помню. Музей Ермака дальше, по-моему, да? Да, да. Сан, не помню. Все виды сани. Журавль. Пасечные эти. Ульи. Угу. Да, красиво. Там князь Галиций. Но Галиций же в завод-то был, жилищи тогда, с французами совместно с 1879 году. когда железную дорогу построил вот я на таких катался бы 16 килограмм немецкие сани наши не делают полоте ржавые все полоте все идеально прямо шкурочкой нулевочкой ты прямо и вот его металл должен быть конечно конечно и лишь они делают вроде я сейчас они саночники в основном все у всех мб идет есть определенные требования полосим температуры то полозив там еще какие-то и обычно под себя сейчас сани там и бмв делают им там немцам это целая индустрия понятного не так сказать почему не делаем аналоги фишера лыж не там не так все просто не там нам не кажется никогда уже за них не догнать в этом плане история саней женские сани одинаковые по форме с мужскими пошире жердями и сукно закрывались сверху из боков них обычно запрягали одну лошадь верхом на который сидел кучер при бракосочетании при похоронах особенно значение в смысле обрядности придавали саням да конечно ритуальные уже самые нарядные сами для невесты покрыты атласом бархатом сейчас это автомобиль вот такие самочки пожалуйста еще пожарная часть так это уже что выглядит можно понятно и 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 1876 года постройки. Полаган. Да, терем тут мы видели, конечно, хороший. Мы сколько здесь по времени, по вашему плану? Ну так, быстренько, посмотрите дальше, да? Да, да, да. Ага, все. Не торопимся. У нас еще мы, в принципе, в Токван съездим, потом вернемся в город, там, пообедаем на Металлург и вечером уже часов 5-6 с Плеса уедем. А так-то миссия Ермака, он же был, получается, послан государыней, да? Нет. Нет? Нет. Получилось так, что, так, Демидовы и Строгановы, кто у нас тут, Строгановы были, по-моему, да, они пригласили его охранять от набегов от татарских, периодически это, они набегали с юга, с востока. А, с Оренбург, ну да, 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 с востока. Короче, Казахстан, Китай, я так понимаю. Вот. Как говорят, что сам-то он из донских казаков, фермак, он собрал дружину, короче, и первое время охранял. А потом, значит, решили его снарядить войско и, как бы, а, сначала он кучуму дал, хорошенько, вот в верхних городках, там его разгромило войско, а потом они решили пойти на Сибирь. И по часовой, на Строгах, они стали вверха подниматься туда, и потом они уже, когда захватили, они же тогда уже Грозному-то сказали, вот, ну чё, вот уже прирастили, и тот его простил. И принял эти земли. И вот отдал их этим Демидовым. Сложная история, как и любая. Ну да, там Дерсий-то, я не знаю, там наверняка дофига всякий. Кто-то говорит, что он здесь родился, кто-то говорит, что... Ну, написано, что из часовских городков. Там были нижние и верхние городки, когда сделали Пермску ГЭС, и это затопило всё. Чустава это развелась, и эту территорию залило. И там вот на каком-то острове они бились с кучумом, с ханом с этим. И он ему там хорошо наподдавал. Ну, чувствуется, мужчина серьёзный был, такой этот самый, атаман-борода. И вряд ли людей щадил. Я посмотрел картинку, где они волокли на себе эти галеры или ладьи, да, на плечах там... Мы сплавлялись, он же по часовой шёл вверху, и потом река Серебряная. Вот, и по Серебряной, это уже Свердловская область, он дальше туда всё, пошёл в сторону Сибири. Вот мы по Серебряной тоже сплавлялись по весне. Летом там не пройти, она очень мелкая. И по весне мы... А весной, когда по полноводни, да? И я компанию, это вот, которая, туристический клуб, я его хочу назвать, который будет, ну, зарегистрируют, он у меня будет называться Тропа Ермака. Интересно, интересно. Или Тропа Ермака, или Тропа Ермака. И вот тот памятник, который стоит у Сатурна, он же так стоит с ногой, да? И логотип-то я хочу именно вот этот профиль сделать. То есть, и сувенирку потом под эти все тела, и всё-всё-всё, и именно Тропа Ермака, вот мы вас ведём Тропу Ермака. Понял. Да, бренд обязательно, потому что... А, ну, это... А, ну, это... А, ну, это...